Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушка милая, как проехать клинику, где профессор Северный? Северцев? Да, да, Северцев, Северцев он сам Э, сдачи возьми Вот, мамаша, на тот автобус, вон Четвертая остановка Четвертая? Спасибо Эскимо! Кому эскимо? Простите, мне нужно видеть профессора Северцева. Он сейчас в клинике? Да. Я из Москвы, журналист. Рябинина. Как же, как же читал. Одинцов. Профессор в клинике, только едва ли вы его увидите. Не дает интервью? Не разрешает писать о себе? Вот именно. А потом обижается, когда не напишет о юбилее или не поместят портрет. Представьте себе, не обижается. Вы в этом уверены. Я его заместитель. Ну, тогда именно вам. Он и поручит показать мне клинику. Не поддаваться. Ну? Ну, смелее, смелее, смелее. Ну! С чего? Так. Ну, ну, ну. Ну, в отличие вас после этого. Простите, товарищ профессор. Да нет, нет, ничего, ничего. Годен строй. А это еще что такое? Вы как сюда попали? Извините, профессор. Я из Москвы. Журналист. Ревинина. Северцов. Ну, садитесь, пожалуйста. Интервью. Ну, что ж, пишите. Северцев сообщил, что он работает над новыми проблемами и пожелал успехов нашим читателям. Достаточно? Редакция благодарит вас. А теперь поговорим о проблемах, над которыми работает профессор Северцев. Редакция. Чтобы облегчить задачу, начнем с этого пациента. Вы его оперировали? Да. Фрактура клавикулы, а трактура артерий субклавия. Перелом ключицы с разрывом артерии. Подключичной артерии. Так кажется? А вы знаете латынь? Вы что, медик? Я журналист. Откровенно говоря, знаю по латыни всего несколько фраз. А что же вы сделали с артерией? А я ему новую вшил. Из капрона? Нет. Точнее, из лавсана. И записочку тоже не забудь передать. Федосееву, Николаю Николаевичу. Сынок это мой. Передам, передам, мамаша. Обязательно передам. Завтра операция, Николай Николаевич. Скорее бы. Надоело ждать. Ну ничего. Теперь уже скоро. Вот подправим ваше сердце и домой поедете. Хоть быть человеком. Немного пожить. Ну почему немного? Вам сколько? Тридцать? Ну еще полсотни лет. Хватит. Алексей Михайлович. Не надо. Я понимаю. Операция нелегкая. Вы ее делаете. Вы? Ну и как видите, я спокоен. Я тоже. Вы в самом деле совершенно спокоен, Алексей Михайлович. К сожалению, нет. Но Федосеев даже не усомнился в искренности ваших слов. Ну что ж, иногда приходится притворяться, чтобы больной поверил в свое выздоровление. Олег Васильевич, вот Олег Васильевич покажет вам клинику. Приходите завтра после операции. Приходите. Работа сердца не восстановилась. Работа сердца не восстановилась. Федосеев умер. Я ничего не мог сделать. Не хочу ни в чем тебя упрекать, Алексей. Никто не может упрекнуть меня больше, чем я сам. Войдите. Алексей Михайлович, к вам пришли? Кто? Рябинина. Хорошо. Не люблю рассуждать о проблемах. И слово какое-то булькающее. Проблема. Вот вы, журналисты, любите писать. По предварительным данным, метод профессора и мервет может привести к успеху. Не понимаю. Почему вы хотите отнять у людей надежду на осуществление мечты? В медицине мечта не может быть неоплаченным векселем. За каждой мечтой жизнь одна. Короткая жизнь. Поехали. 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 Она верила, что я спасу её сына. Он, может быть, был одним из последних, кто погиб от этой болезни. Те, кто потом встанет после операции и уйдет домой, уже не запомнится. Живые не так требовательны. А вот сегодня, что я должен сказать этой женщине? Что мы когда-нибудь научимся, и другие будут выздоравливать? А ей-то что до других? И вообще, какое ей дело до всех наших поисков и неудач? Простите, Елена Сергеевна, я, кажется, отвлекся от интересующих вас проблем. Нет. Вы сказали, достаточно, Алексей Михайлович. Разрешите мне написать об этом. И позвольте мне снова приехать. Вы уже уходите? Я сейчас уезжаю. Субтитры создавал DimaTorzok Ты молчишь так, как будто собираешься мне что-то сказать. А ты так привык брать интервью, что заставляешь говорить, даже когда человек не хочет. А о чем же ты не хочешь говорить? Настойчивость достойна лучшего применения. К сожалению, когда я с тобой, мне не хватает этой настойчивости. Ты очень изменилась после твоей последней поездки. Что произошло? В следующем номере журнала пойдет мой очерк. Это ответ на мой вопрос? Да, до некоторой степени. И позови официанта. Алексей Михайлович, тут в журнале статья тебе. Прочти обязательно. Ты эту Рябинину давно знаешь? Алло, ты слушаешь? Да, слушаю. Это, брат, ты мой не очерк, а целая поэма. Про чародея Северцева. Потом, потом, Илья. Я занят. Впрочем, сознание в дело написано. Но у меня впечатление, что эта дама просто в тебя влюбилась. Алло, ты слушаешь? Алло, Алексей! А ну-ка! А где галстук, который мне в Париже подарили? Ведь он ужасно пестрый, Алёша. Ну и что ж? Ах, вот он. Ты не знаешь, эти часы правильные? Это Генрих Мозер. Генрих, Генрих Мозер. Тебя кто-нибудь ждёт, Алёша? Дурацкий шкаф. Удивляюсь, как он до сих пор не рассыпался. Если ты его не будешь трогать, он не рассыпется. Аннушка, а это смешно, если меня кто-нибудь ждёт? Почему же? Это твоё личное дело. А как ты думаешь, очень трудно от 42 отбросить 14? Ей что же, 28 лет? Той, кто тебя ждёт? Почему же ты до сих пор нас не познакомил? Однажды я уже знакомил тебя, Анна. Генрих, Генрих Мозер, Генрих, Генрих Мозер. Генрих, Генрих Мозер, Генрих, Генрих Мозер. Нет, нет, я не могу жаловаться на жизнь. И все-таки я завидую. И вы знаете, кому? По-моему, никому. Слонам. Мне всегда не хватало времени. Вот только закончишь одну работу, тут же начинаешь другую. И не знаешь, сколько месяцев, сколько лет отнимет она. А слоны живут 300 лет. Вот этого мне, наверное, хватило бы. Но даже эта долгая жизнь без вас была бы глупо, верно? Мне кажется, вы объяснились в любви. Неужели? Пожалуй. Я всегда боялся опоздать в науке. Вероятно, поэтому опаздывал во всем остальном. А сейчас, очевидно, поторопился. Поторопился? Я сейчас. Последние 27. Давайте все. Пожалуйста, свежие цветы. О, великолепно. Великолепно. Бери цветы. Чудесно. Все беру. Иди скорее туда. В таких случаях, говорят, полагается много цветов. Зачем же столько? На 300 лет вперед. Аннушка! Я здесь, Алеша. Это Анна, маэстра, следовательная Михайловна. Это Елена... Да нет, просто Лена. Здравствуйте. 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 Чаем будешь поить, нас Аннушка? Да, конечно. Я здесь, на веранде накрою. Разрешите, я поставлю в воду? Пожалуйста. Ну вот, здесь я и живу. Пожалуйста. Ничего не изменится, Лен. Я не требую, чтобы вы оставили свою беспокойную жизнь. Но мне только хочется, чтобы вы в каждый ваш отъезд уезжали из-под этой крыши и возвращались сюда. А если нам иногда не удастся досмотреть до конца спектакль? Или уйти из гостей в разгар веселья? Вы не станете сердиться? И не станете сердиться, если наша встреча вдруг приждется. Почему? А вот сейчас войдет молодой человек и скажет. Алексей Михайлович, извините за беспокойство. Да, входи, Виктор. Алексей Михайлович, извините за беспокойство. Ну вот, пожалуйста. Срочно в клинику просят. Идите в машину, я сейчас. Есть. Подождите меня. Но я сегодня уезжаю. Но я постараюсь поскорее освободиться. Дорогите с меня. Хорошо? Хорошо. Аннушка, угощай гостю чаем до моего возвращения. Да, да, конечно. Алексей, ты ее любишь? Но ты так недавно ее знаешь. Я знаю ее всю жизнь. Елена, простите, отчество вашего я не знаю. Просто Лена. Трудно с первого знакомства. Ну тогда я Лена Сергеевна. Неугодна ли чаю, Лена Сергеевна? С удовольствием. Разрешите лимон? Благодарю. Варенья, вишневого, клубничного. Спасибо. Анна Михайловна, скажите, вы очень любите брата, да? Да, очень. Прошу вас, одну минуту. Что-нибудь срочное, Олег Васильевич? Да. Больной издалека. Профессор, умоляю вас, не отказывайтесь. Если надо, я дам расписку. Я расписок не беру. citаван, Вот это, подIN в центре, поднимусь. Или... Привозите больного Спасибо, профессор Рано-рано благодарить Ну а если бы она не застала меня в клинике Я попросил бы ее прийти к вам завтра Да, спина у меня широкая, это верно Только не все же время вам прятаться за нее, Олег Васильевич После случая с Федосеевым советуюсь с вами В мое отсутствие обязаны решать вы Да, но она приехала просить вашего согласия, я считал не вправе Ну ладно, мы еще продолжим этот разговор, всего доброго А где Елена? Она уезжает сегодня, ты же знаешь Что ты ей сказала? Всегда Всю жизнь, Алеша, я желала тебе только хорошего Что ты ей сказала? Ничего Мы молчали Эх, Анна Я-то знаю, как ты умеешь молчать Я-то знаю, как ты умеешь Эх, Анна Что ты умеешь молчать? Vilку В другую Девочку В другую Њактер И М Готово, тетя Паша? Готово Счастливая постелька Пересыльная в царстве небесное Был Федосеев и нет Федосеева Сейчас сюда придет новый больной Я попрошу вас не травмировать человека Травмировать? Слово какое ученое Знакомьтесь, ваш новый сосед Петя Нечаев Очень приятно Здравствуйте Здравствуйте, молодой человек Идем Что это? Ничего, ничего Можно, пусть занимается Спасибо Ну, сосед Какая же у тебя болезнь? Здесь Забыл, как называется Ничего, приятель Это чепуха Чепуха? Тут, брат, с такими болезнями Профессор Северцев запросто управляется Здравствуй Добрый день Другие папиросы Обычно попадаются тебе Когда ты приходишь спорить Последний раз Я спорил с тобой О Федосееве Спасибо, что напомнил Приходится Ты собираешься оперировать Мальчика Нечаева Та же операция И, возможно, тот же исход А я помню, Илья Ты был неплохим хирургом И будущее у тебя было Хорошее Спасибо, что напомнил Приходится А ты подумал над тем Как я потерял это хорошее будущее Одна неудача, другая Я стал нерешительным Стал бояться операционной ножа Бояться тяжелых исходов Так ты и мне это предрекаешь Я люблю тебя, Алексей Когда любят, верят Когда любят, предостерегают Я буду оперировать, мальчик Буду И ты прекрасно знаешь, что спасиву может только нож А если... Да, если есть хоть один шанс из тысячи Я обязан его испытать И в данном случае Меня не интересуют Твои проценты и показатели А меня интересуют И не потому, что я теперь стал администратором Нет А потому, что эти показатели Бросают тень для тебя На нашу клинику Я не знаю, что может быть Страшнее для хирурга Чем репутация человека Который мог попытаться Спаси и не сделал этого Я не могу с тобой спорить Папироски Папироски Материал не пойдет Пошлите другого сотрудника Разъехались все А Рябинина? Она не может То есть как это не может? Причина у нее уважительная Редакции нужна статья А не уважительные причины Позовите Рябинину А в будущем месяце Поехала бы с делегацией В Ганну В Либерию И вообще в Африку В будущем месяце Меня уже не будет в редакции Решила перебраться в городишко Где подвязается твой эскулат Будешь ему карпетки штопать А вы знаете, что такое карпетки? Ну что это Ну перчатки, что ли? Носки Боюсь, что твое знание русского языка Там ни к чему Ты же хороший Журналист Первоклассный Столичный Мне и самой жалко расставаться с редакцией Вот и я говорю Подумай хорошенько Это решено Электрокардиограмма готова Пожалуйста, Алексей Михайлович Это кто же тебя смастерил? Сан Не может быть Честное слово Ай, молодец Скульптором будешь? Не знаю Определенно будешь Это и журнала Если вам нравится, возьмите Спасибо А я думаю, вы сегодня их не любите Регких для опытов Нет, люблю И знаешь, кого я люблю больше всех? Кого? Крокодилов И даже стараюсь им подражать Почему? Понимаешь Крокодил Это единственное животное Которое не умеет пятиться назад Честное слово Завтра же сделайте зондирование сердца Хорошо Я передам Олегу Васильевичу Я сказал вам А не Олегу Васильевичу У меня с утра консультация В железнодорожной больнице Будете делать самостоятельно Без меня Эх, хорошо бы сейчас в лес, а По грибы Как думаешь, Зима? Не дурно, Алексей Михайлович Люся Люся Дурно, Алексей Михайлович Странно Назначил меня на зондирование сердца Когда вы все время Мне неудобно как-то Он хочет отучить вас Прятаться за мою спину Так же, как я прячусь за него Наверное, он прав Ну, готовьте больного Алексей Михайлович скоро приедет Хорошо Это нос? Это нос Барбос Это борода? Это борода-сковорода Это старик Атабыч Ну, пейте петушок Поехали? Сейчас Думаешь, больно будет? Нет Как комар укусил Да ты не бойся, пейте Сколько потеряно крови? Он сам зажал руками артерию Надеюсь, что немного Что вы ревете? Что случилось, сестрица? Что такое? Олег Васильевич Умоляю вас Говорите правду Только правду Я ничего не скрываю от вас Жизнь Алексея Михайловича Вне опасность Но Он лишился ног Я вынужден был Сделать ампутацию Боже мой Когда я смогу его увидеть? Я позвоню вам Один сов здесь Ну что, Олег Плохи мои дела? Плохи В чем дело? Зачем вы меня вызывали? Ах, Лена Садись Что такое? А, да понимаешь Ты только не волнуйся Что случилось? Да это Несчастье С профессором Северцем Что? Успокойся Он жив Вот, прочти Миска Касалатой По лесу Едет Сыски Сапилает И в карман Клочет Тише, Люсенька Здесь нельзя петь А почему? Ну почему В больнице Мама, мама А нам показывают Этого доченька Который меня спас Не знаю, доченька Потише топай Порядка не знаешь Кто меня вызывал? Я Такая штука, доктор Да? Я к Алексею Михайловичу Ну что, что, голубчик К нему нельзя Да нет, доктор Что? Я в том смысле Может, ему чего надо Что надо? Ну, кровь перелить Пожалуйста Спасибо Ничего не надо Доктор Да? А как он себя чувствует? Ничего Ничего Простите Скажите Алексею Михайловичу Что я приехала Алексей Михайлович Приехала Елена Сергеевна Хорошо Идите, Танюша Здравствуй, Лена Как хорошо Что ты приехала Ты похудела, Лена? Это с дороги Ну Что нового в Москве? Очень Тепло А у вас тут совсем осень Я так много хотела сказать тебе А увидела и все слова растеряла Знаешь Я очень боялась идти к тебе Думала, прогонишь А теперь я спокойна Я приехала совсем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо, я приму клинику Временно Олег Васильевич сказал, Алёше лучше, но с ним творится что-то неладное Это я виновата Да, я Вот кажется, когда любят легче переносить несчастье А ему тяжелее Он думает, что я принуждаю себя Не хочет Меня видеть А я никуда не уеду Буду жить в этом городе И буду терпеливо ждать А по-моему, больше всего на свете он хочет видеть вас Пойдемте, Лена, домой Сколько писем, я не успеваю их разбирать Разрешите, я вам помогу? Пожалуйста Я всегда была секретарем, Алёша А теперь? Теперь уступаю вам Как странно На некоторых письмах только город и фамилия Да? Матери благодарят его за спасенную девочку Будто он спас их детей Таких письм больше всего И почти столько же просьб Какие могут быть теперь просьбы? Это жестоко Просить его теперь, когда... Нет В этих письмах удивительная вера в него Вера в то, что он совсем справится Все сможет Не знаю Не знаю Ничего теперь я не знаю Еще просим помочь с типографией Хотим труды его издать Это можно Хотим ходатайствовать о присвоении звания Заслуженного деятеля науки Горздрав нас поддержит? И без Горздрава присвоит Хорошо бы еще Улицу его именем назвать Улицу? А некролог о Северцеве кто будет писать? Какой некролог? Ну, если хоронить, то хоронить по всем правилам К сожалению, в клинику он не вернется Мы были бы счастливы, если он обучал студентов Редактировал труды Но для этого необходимо оставаться хирургом, практиком А оперировать, стоя на протезах, невозможно Невозможно Может быть Но это должен решать он сам Скажите, жена его здесь? Он не женат Я о Рябининой говорю А здесь? Когда думаете выписываться? Мне рассказывали Молодой ученый пришел представляться Академику Павлову А Рабел Даже имени своего не назвал Сидят Молчат Павлов не вытерпел и спрашивает С кем, имею честь, молчать? Старо И не с Павлом это было А с Менделеевым Да, я вам тут книжек привез Знаю Повесть о настоящем человеке Раз Как закаляла сталь Два Приносили Сочувствуют Ободряют Советуют Простите Надоело Да, а мне можно? Я здесь не хозяин Я вам советов давать не собираюсь, Алексей Михайлович Советов, как известно, слушаются Когда они совпадают с желанием Но поверить, что желания вернуться в клинику у вас нет Я не могу Простите, никак не могу Плохо Что же делать? Вы знаете Я бы его забрал из больницы Он здесь себя ненужным чувствует Больничная койка Ограждает от людей Дело А он без этого не может жить, понимаете? Ограждает от людей Тебе не холодно, Алеш? Нет, нет Говорят, в этом году будет очень ранняя весна Аня Да, Алеша? Что делать? Как дальше жить? Пройдет время И ничего не изменит Все проходит Нет, Аннушка Ничто не проходит Знаешь, Елена Сергеевна... Не надо Не надо Не надо о ней Это хорошо, Олег Васильевич Что вы выписали Петю Ничаева Только не думайте Только не думайте, что вы меня убедили в этом Меня убедила в этом собственная беспомощность Не понимаю Мальчику может помочь только Северцев Забавные фигурки Да А этот подарочек Алексею Михайловичу бы надо отослать Забыл профессор Что крокодилы назад не пятятся Шаронов Коллегу Васильевичу Я хочу вас предупредить Что операцию назначаю на среду Я ехал за три тысячи километров К профессору Северцу А оперировать придется мне Не согласен? Тогда на выписку Согласен Подготовить к операции Аня У меня изменился почерк? По-моему Нет Мне иногда кажется Что стали дрожать руки Ничего не получается Убери все это Мне мало одного письменного стола Мне необходим операционный Каждую строчку я привык проверять практикой Результатом операции А теперь А что Лена Не писала тебе? Алеша, ты знаешь Лена никуда не уезжала Она здесь У нас Я позову ее? Позови Я не хочу лгать Я очень рад тебя видеть Если бы ты уехала Мне было бы скверно Я не уеду Но если бы ты осталась Мне было бы еще тяжелее Пойми Я полюбил не знаменитого ученого-хирурга А тебя Алексея Северцева И будь я на твоем месте Я не прогнала бы тебя На моем месте ты Рассуждала бы иначе Ну что ж Я уеду Конечно я уеду Если ты этого хочешь Палка вам теперь не нужна Непривычно как-то Десять лет без нее никуда Придется привыкать На память Спасибо, Танюша, за все Спасибо Спасибо Дяденька Дайте, пожалуйста, мячик Дяденька, киньте мячик Здравствуйте, Алексей Михайлович Шаронов Здравствуйте Спасибо, дяденька Кто-то пришел? Алеша никого не хотел принимать Подождите Это Шаронов Пусть поговорят Значит, Одинцов делал? Да Одинцов Зачем он пришел? Чтобы лишний раз расстроить Алексея? Нет Чтобы напомнить ему еще раз Что он нужен людям Вот Вот Это Петя Нечаев Просил вам передать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ничего Я только представил себе Что могло произойти в операционной Как мне вернуть прежнюю уверенность? Ты устал, Алеша Тебе нужно отдохнуть Ты помнишь, я мечтал о долгой жизни А теперь каждый день становится мне Невыносимым Я понимаю Тебе трудно с этим примириться Лена Вызови меня такси Такси? Зачем? Нужно Только ничего не говори, Анни Алексей Михайлович Тише Тише Кто дежурит? Доктор Белов Нет, нет Не надо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Алексей Михайлович, может, вы все-таки сядете? Нет. Сколько? Вы 27 минут стоите. Алексей Михайлович, у нас есть чертеж специального стула, чтобы вы могли оперировать сидя. Ну, сидя, пожалуй, не легче. Субтитры подогнал «Симон» Сколько? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мало. Но ведь это же в первый раз, Алексей Михайлович. Боюсь, что это в последний раз. Дышать стало труднее. Ничего, это бывает. Пройдет. Больше откладывать нельзя. Иначе будет поздно. Да. Я перелью Пете кровь и положу ее в кислородную палатку. И готовьте операцию на вторник. Здравствуйте. Садитесь. Олег Васильевич, у Вас есть дети? Есть. Не нужно отчаиваться. Я не отчаиваюсь. Но, может, все-таки операцию будет делать. Северцев. Вы не сердитесь на меня, Олег Васильевич. Вы поймите меня. Я понимаю вас. Алеша. Пришел Олег Васильевич. Он хочет поговорить с тобой. О чем говорить? Не о чем. Все разговоры кончены. Не надо так мрачно, Алеша. Как не тяжела ночь. Снова наступит утро. Утро? Нет, моя песня спе это. Это пусть другие хватает судьбу за горло. А я... Оставьте меня в покое. Оставьте. Вы правы. Он не может жить без любимого дела. Без науки, без движения вперед. Ведь это Северцев. Не надо его тревожить, Олег Васильевич. Он подавлен, раздражен. Алеша необходим покой. Покой? Нет. Его необходимо вернуть к жизни. И мы должны помочь ему в этом. Идите, Олег Васильевич. Лен, он и так измучен. Зачем же опять? Идите же, Олег Васильевич. И скажите ему все. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Здравствуйте. Ну-с. Так зачем же вы пожаловали? Поддержать меня морально? Не нуждаюсь. Так я спрашиваю. Зачем вы пожаловали? В гости. Милости просим. Аннушка, ты не угостишь нас коньячком? Алексей Михайлович, дорогой мой, я все понимаю. Ну ладно, только без лирики. Спасибо, я не пью. Ну, а я выпью. Я не пришел бы к вам. Но пить Инчаеву стало хуже. Он снова в клинике. Отправьте его в Москву. Уже поздно. Прекратите, прекратите пить! Выслужите меня. Вы не имеете права. Вы учили меня мужеству. А сами... Анна хотела скрыть от тебя эти письма. А я решила, нельзя прятаться от людей. Здесь все. Благодарность, боль за тебя и просьбы. Лена, это жестоко. А что ты можешь ответить на просьбы людей? Что ты болен? Что ты занят собой и своими горестями? Но ведь пока ты не начнешь думать о других, ты не сможешь забыть о себе. Ты ведь это знаешь. Алеша. Так как же ты можешь унизить себя? Отказаться от веры своей силой? От жизни, от людей? И как ты мог от меня отказаться? Эта трусость. Ну вот, я сейчас. Я не знаю. Вот. Есть. 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 Я не знаю, что может быть страшнее для хирурга, чем репутация человека, который мог попытаться спасти больного и не сделал этого. Лена! 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 Заканчивайте, Олег Васильевич. Спасибо. Все хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»